здравствуйте друзья я сегодня покажу как я обещал как устранять агрессии которые у вас есть у меня вот есть он вылез без предупреждения думала что он не вылезет он вылез так же самое как с этой стороны вот белые части с белыми частями как бы все проще я теперь четко знаю что кому-то будет притемняться не знаю еще правда как сильно но будет краситься коль будет краситься соответственно там где белая чуть больше ну как я может быть если интересно пишите я покажу как а мы вернемся к сучку я знал несколько методов как его устранить один самый как бы такой радикальный метод отрезать полностью вот постучок доклеить рейку и еще раз протянуть значит на фрезе но как бы в этом случае вообще сто процентов ничего не будет видно но можно он тоже это целое дело мы рассмотрим два других метода первый метод такой локальный который можно применить даже не разбит не разбирая вашу ну скажем посадку или там деталь смотря что у вас давайте сейчас я разберу посадки покажу первый метод вот ребята смотрите у меня тут есть два цвета один явно зеленоватый другой более розоватый значит меня вот эта вот часть не очень интересует потому что она уйдет пас а вот этого часть розоватая я взял всякие кусочки разные обрезки ну чтобы цвет подходил как бы именно под этот цвет это важно потому что это потом ну вот вот этот вот цвет реально очень хорошо сюда подойдет дальше что я беру я беру полукруглую стаместку и в этом месте вот там где зеленая часть беру и делаю вот такую вот штуковину вот она явно больше чем тот мой сучок все и эту штучку я стараюсь не потерять вложу ее сторонку потом с той же самая стамеска это обязательно в том месте где сучок делаю вот такую такое же углубление то есть вы понимаете за что радиус у меня будет сейчас с одной стороны время на платки и на этой вот штуки будет одинаково в этом принципе весь секрет вот возле стучка она очень твердо желательно это сделать поровнее все прилаживаем эту штуку так чтобы она перекрыла абсолютно все вот так вот и сейчас мы ее приклеим и хорошенько подожмем струбцинкой и дадим высохнуть я взял кусочек салофана свернут свернула вам очень много раз и это я положу сверху лавки во первых она легко снимется и как бы за счет того что она мягкая она прижмет получше все намазал одну сторону намажу так как и говорил чтобы в итоге рисунок получился все равно будет какой-то стык да он будет еле видны но он будет поэтому стараться так чтобы она попадала по рисунку вот так она максимально прилегло так возьмем струбцинку тут надо аккуратно чтобы не съехала все положили и приезжали все ждем чтобы она высохла клей подсох снимаем смотрим что у нас получилось клей подсох но не высох то есть под целлофаном он не досох ладно подождем еще ну все она окончательно высохла мы берем наждачку и снимаем все лишнее можно было бы конечно протянуть еще раз на фрезе ну такое я возьму сделал вручную ну вот как то так она уже вырисовывается в итоге я сделал маленькую заделку и я сейчас сверху поставлю еще одну потому что там где получилось хорошо там вообще не будет ничего видно а сейчас сделаю все то же самое в итоге получилось вот такая вот лавка когда она станет на место будет выглядеть вот так потом когда она покрасится покрасится и будет расположена еще и в нужном месте в общем я вам скажу так что если человек знает у нас там есть он найдет а если не говорить то человек и не будет знать что у него там латка фасад будет расположен вот на такой вот высоте и примерно вот под таким углом он будет просматриваться вы видите латка практически вообще не выделяется так что метод считаю годным так что ребята вот такие вот методы устранения всяких казусов вообще в солярке ничего бояться не надо в любом случае можно отпилить и заклеить новый кусочек так что я знаю что у многих присутствует такое понятие все вообще порчу все ничего и все все можно устранить доделать переделать но в общем такое дело значит дальше мы будем заниматься шухлядскими самими ящиками они будут завязаны в ласточкин хвост но это будет уже отдельное кино а на этом все до свидания до новых встреч увидимся